МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная программа Наши новости начинает свою работу в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Не пожар. Почему арендаторам Барнаульского торгового центра Гулливер пришлось вывозить свое имущество ночью? Кто успел? Почему на земле барнаульского предпринимателя вместо домов появились могилы? Танцуют все, как пенсионеры научного городка сменили огород на танго. Итак, сегодня утром в Барнауле приостановил свою работу торговый центр Гулливер. Причиной стали многочисленные нарушения противопожарной безопасности, которые выявила прокуратура во время проверки. О закрытии магазина многие арендаторы узнали случайно из социальных сетей, поэтому были вынуждены выносить имущество и документы ночью. Тему продолжит Ирина Корчагина. Сарафанное радио еще не работает. Спустя несколько часов после закрытия удивленные покупатели пытаются сильнее дернуть ручку двери. Причиной закрытия Гулливера стала проверка прокуратуры Центрального района. Она выявила, что в 17-этажном здании не срабатывает пожарная сигнализация. Нет системы оповещения. Фитнес-клуб, который располагается на четвертом этаже, вообще не предусмотрен проектной документацией. В здании размещены продуктовый магазин, гипермаркет, электроники, фитнес-клуб, салоны красоты, всего более 25 тысяч квадратных метров, торговые и развлекательные зоны. Сегодня работа одного из крупнейших ТРЦ в Барнауле оказалась парализована. Ну это тогда, это серьезно. Это серьезно. Ну и, конечно, для устранения нужно было дать. А вдруг в этот момент что-то случится. Тут палка о двух концах, как говорится. Вообще, да, есть альтернатива. То есть закрытие даже временное для вас, оно не было? Нет, нет. Я смогу это пережить. Некоторые владельцы торговых точек только ночью узнали о том, что утром магазин закроют. Времени на то, чтобы вывезти имущество и документы, руководство им практически не оставило. Вход в гулливер судебные приставы центрального района опечатали в 7 утра. Однако, еще в обеденное время арендаторы выносили вещи. Эксплуатация нежилых помещений, расположенных по адресу город Барнаул, проспект Красноармейский, 51А, приостановлена до принятия судом соответствующего решения. Нарушения также были выявлены в барнаульских магазинах Первомайский район. Последний уже прекратил работу. Такая же участь постигла бийский ТРЦ в воскресенье. После устранения нарушения сегодня он вновь распахнул двери. Когда откроется гульвер, станет известно только после решения суда. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Жители Барнаула сегодня были обеспокоены сильным задымлением в районе поселка Затон. В соцсетях, где пользователи делились фото, высказывали предположение о том, что горит лес. Дым был виден даже из окон верхних этажей отдаленных районов города. Как сообщили нам в краевом управлении МЧС, сотрудники которого выехали ликвидировать пожар, горела трава. Угрозы населенному пункту нет. Почти 200 километров дорог к краевой столице разбиты и нуждаются в ремонте. Таково мнение жителей, сформированное на основе карты убитых дорог. На многих, причем в центральных улицах города, ямы просто огромные. Автомобили проваливаются, а люди получают травмы. Наша съемочная группа сегодня отправилась в рейд оценить, какие дороги в самом плачевном состоянии. Слово Валентине Аскеровой. Доча, вы насчет ябок пришли? Да господи, да откуда вас Бог принес? Зинаида Селиверстова живет здесь 30 лет. И каждую весну переходит дорогу, будто прорывает баррикаду. Однажды женщина провалилась в яму. Перелом тазобедренного сустава, год лечения. Теперь без сопровождения на улицу не выходит. И вот, доча, аптейка, поликлиника, пожарка, а толку никакого. А мне 90, где же я дойду, я падаю. Возмущение другие барнаульцы, ведь сюда едут и днем, и ночью. Когда скорая подъедет, наверное, с одной травмой, пока доедет, будет две травмы. Только починил подвеску или поменял резину, опять ремонт. Автомобилисты говорят, только объезжаешь одну яму, как тут же попадаешь в другую. Каждую весну ремонт машины обходится в круглую сумму. В прошлом году, вроде как, видимость ремонта была, делали что-то, более-менее сделали. Нынче асфальт растаял вместе со снегом. Ямы стали еще больше. Подвеску, вот я вот лично отремонтировала месяц назад подвеску на 10 тысяч. И опять у меня гремит и стучит. Как вы оцениваете состояние дорог на сегодняшний день в Барнауле? А их нет. У нас даже Ленинский развалился, можно и по нему не ездить. Пока в Соборске его тоже нет. Они дырки делают, а ямы никто не знает. Пожаловаться на ямы горожане могут не только в администрацию. В интернете создана карта убитых дорог. Любой желающий может проголосовать за место, которое, на их взгляд, нуждается в ремонте. В значительной части требуется капитальный, другим – ямочный. Бюджетных средств не хватает. Из-за того, что необходимо софинансировать строительство дорог, мы сокращаем текущее содержание, расходы на текущее содержание. Средства урезаны по некоторым параметрам чуть ли не на 40% из-за того, что нужно софинансировать новые объекты. Молотобольская, Никитина, Пушкина, Ядринцево, Интернациональная. В списке убитых дорог более 400. В этом году в Барнауле по федеральному проекту отремонтируют 42 улицы. Работы уже идут на Панфиловце, сельскохозяйственной и проспекте Социалистическом. Сегодня в Барнауле завершилась работа дискуссионной площадки по сбору предложений о том, как решить задачи, поставленные президентом в своем послании. Напомним, «Единая Россия» проводила такое обсуждение во всех регионах страны. В Алтайском крае они прошли в Бийске, Заринске, Рубцовске и сегодня завершились в Барнауле. За это время участники дискуссии сформулировали несколько десятков предложений по развитию экономики, социальной и других сфер края. Самые перспективные предложения вошли в итоговую резолюцию, которую в ближайшее время направят в Генеральный совет партии «Единая Россия». В Рубцовске заявили программу «Мой первый стадион», например. По городской среде основная претензия, которая была и остается, это работа, ну скажем так, с подрядчиком в рамках реализации закона 44-го. В Рубцовске заявляются недобросовестные подрядчики, которые не дают вовремя и качественно этот проект реализовать. В резолюцию войдет положение о том, чтобы, ну по крайней мере, в рамках, может быть, этого проекта как-то смягчить нормы реализации этого закона. 18 и 19 мая «Единая Россия» проведет в Москве всероссийскую конференцию, где примет решение по своему организационному обновлению и выберет меры для решения задач, поставленных президентом страны. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Алтайском крае. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. Как рассказали в надзорном ведомстве, 26 апреля вертолет выполнял рейс Горно-Алтайск-Новосибирск, но из-за технической неисправности, предварительным данным из-за отказа двигателя, был вынужден пойти на посадку. На борту находилось три члена экипажа и техники, которые отправлялись выполнять работы авиационные. В настоящий момент проводится проверка на предмет соблюдения авиационной безопасности прокуратуры. Посадка произошла в Залесовском районе края, в пяти километрах от села Ведонова. Для выяснения обстоятельств сюда оперативно выехала группа специалистов. Экспертиза продолжается, поэтому вертолет до сих пор находится на месте посадки. Экипаж эвакуировали в Барнаул. Барнаульский предприниматель обнаружил на своем участке 150 могил. Причина расположена рядом Черницкое кладбище, которое расширялось на протяжении нескольких лет. Герой сюжета борется за свою землю, однако администрация города ничего не может предложить мужчине, кроме другого, такого же участка вблизи кладбища. В ситуации разбиралась Ирина Корчагина. Игорь Губин приобрел участок 60 гектаров 14 лет назад. Долгое время земля пустовала. У предпринимателя родилась идея построить коттеджный поселок почти на 300 домов. Мужчина нашел инвестора и привез его на место, чтобы оценить перспективы строительства. Когда предприниматель назрел для строительства дачного поселка, вместе с московским инвестором они неожиданно для себя открыли, что на этой земле уже поселились 150 жителей. Шок. Это для меня был шок. Могилы занимают примерно 2000 квадратных метров. В мой участок даже в санитарную зону кладбища не попадал. А тут оказалось, что уже и на моем участке захоронили людей. Как только могилы зашли на территорию Губина, увеличилась и санитарная зона кладбища. Это еще минус 500 метров от участка. Теперь нарушены права и владельцев других домов. Получается, что земля, на которой стоят эти коттеджи, теперь пригодна только для пастбища, но не как для проживания. Губин обратился в прокуратуру. Там выявили факт незаконного захоронения 150 человек. Ведомство обвинило администрацию города в нарушении федерального законодательства. Дальше интересней. Уже мэрия подала в суд на предпринимателя. Мужчину обвинили в том, что границы его участка нарушены. Хотя еще в 2005 году земля была поставлена на кадастровый учет. Решение было принято не то, что Губин вообще весь участок незаконно получил, а то, что только на месте захоронения, это вот есть место Черницкого кладбища. Наверное, они рассчитывали на то, что раз этой землей никто не пользуется, то ее можно забрать себе. Да я не думаю, что принимались какие-то решения такого глобального плана. Все как у нас в русский бардак был. Кадастровая стоимость этого участка порядка 200 миллионов рублей, говорит Игорь Губин. Мужчина готов продать ту самую часть земли за 60 миллионов. Приобрести муниципальную собственность, принадлежащий вам земельный участок, не представляется возможным, поскольку в бюджете города не предусмотрены денежные средства на данные цели. Меры к устранению нарушения законодательства о градостроительной деятельности приняты. Со специалистами проведена разъяснительная работа и учеба по замечаниям. Решить проблему полюбовно пока не получается. Город предложил мужчине участок с другой стороны кладбища. Тем самым, уверен Игорь, признав свою вину. Мужчина говорит, на предложенном участке захотят поселиться лишь вампиры или сатанисты. Земля совсем близко прилегает к кладбищу. Герой сюжета намерен обращаться в Верховный суд. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости. Помогите найти человека. 9 апреля ушел из дома в Барнауле 19-летний Геннадий Леонов. До сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы. Рост 178 сантиметров. Телосложение спортивное. Волосы русые, короткие, глаза голубые. Был одет в синюю балуневую куртку, синие джинсы, синие ботинки. Если у вас есть какая-либо информация о том, где сейчас находится Геннадий Леонов, сообщите по телефону. Они сейчас появятся на ваших экранах. Я их назову 8 800 754 52 или 112. К другим темам. Международный день танца будут отмечать в это воскресенье все, кто любит ритмы движения. Накануне праздника наша съемочная группа познакомилась с уникальным коллективом из научного городка. Самому молодому танцору около 60 лет, а самому зрелому почти 90. Елена Кузовкина побывала на репетиции танцевальной группы «Элегия». Юрий Захаров – профессиональный хореограф. Он руководитель танцевального спортивного клуба «Фантазия». Его ученики – многократные чемпионы России. Четыре года назад согласился работать в Доме культуры научного городка. Сомневался, не скрывает. Но когда увидел своих новых воспитанников, как сам выражается, перестал бояться старости. Нам очень помогает Юрий Александрович. Что-то не так, руку не так, где-то не так, что-то не так. Он тут как тут. Он строжится на вас? Он умница. Наоборот, я бы постучила. Левтина Чунарева в коллективе самая взрослая. Женщине скоро 89. Но именно она и была инициатором создания «Элегии». Сейчас в репертуаре этой группы «Романеско», «Падыграс». В общем, только спокойные танцы. Хотя пытались замахнуться на энергичные. Я говорю, давайте мы попробуем с вами, ну, наподобие фламенко, танго такое. Нет, а можно повеселее? Да. Я говорю, что такое? Ну, может быть, Чарльз Тон. Дело в том, что Чарльз Тон кажется простым танцем, но он очень сложный. Мы с ними попробовали, я им показал движение, все. Мы помучались, наверное, недели две-три. Они сами говорят, нет, не потянем. Все же грядкам и сериалам эти женщины предпочли танцы. В «Элегии» сейчас занимается 16 человек. Ждут всех желающих при условии, что на сцену будут только лучшие. А вот мужчин в коллективе нет. Хотя были. Года три там у нас приходили к нам мужчины, танцевать приходили. Но они как-то приходили к нам по одному. Один, а вокруг 16 женщин. Вот он придет, танцует занятия 3-4. И под разными причинами удаляется. Потом следующий приходит. Опять так же 3-4 занятия и сбегает. На вопрос, о чем мечтаете, ответили хором Абы и Нисти. Ведь если в клубе появится профессиональный музыкант, появится еще и уникальный вокальный ансамбль. Елена Кузовкина, Николай Шелком. Наши новости. У специалистов по отделочным работам появится больше свободного времени. В Барнаульском комбинате железобетонных изделий презентовали новую производственную линию для выпуска бетонных панелей. Эта современная технология позволяет получать стройматериал, которому не требуется дополнительная обработка. Последние разработки в области производства прямиком от немецкой фирмы. Барнаульский комбинат железобетонных изделий запустил особую линию, с которой панели выходят самого высокого качества. В отличие от привычных категорий А3 и А5, у этих изделий нет пористой поверхности. Мы получаем поверхность практически А1. И это позволяет не только клеить обои, но даже делать без подготовки покраску. Поэтому отделочники нужны будут только тогда, когда надо будет привести в порядок швы между плитами. Владимир Отмашкин шутит. Эта немецкая технология когда-то была советская и теперь вновь возвращается в Россию. Линия конвейер, в котором опалубочные поддоны движутся поочередно по 11 постам. Точность технологии задана механизму. Процесс максимально автоматизирован. Производительность новой линии до 1000 квадратных метров в сутки. Это увеличит количество квадратных метров, объемы производства. Это увеличит ретабельность предприятия. И самое главное, я думаю, удовлетворенность спроса наших потребителей, покупателей квартир, которые будут заходить. Качество. Значительно в разы вырастает качество. Такие предприятия, пример вот такого развития, таких вот продвинутых, можно сказать, руководителей. Это и есть основа экономики и Барнаула, и края, и России в целом. По словам гендиректора инвестиционной строительной компании «Союз» Владимира Отмашкина, новая линия позволит выполнить президентскую задачу и увеличить объемы строительства жилья в полтора раза. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. И о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Аквамастер». Синеводье «Премиум» – это натуральная, полноценная питьевая вода высшей категории качества. Добывается из скважины глубиной 210 метров. Для вашего удобства мы выпускаем воду разных объемов. Синеводье «Премиум» содержит в оптимальных для ежедневного употребления пропорциях необходимые организму элементы и является сбалансированной водой для питья и приготовления пищи на каждый день. При заказе воды назовите оператору кодовое слово «Белокурихинская» и получите подарок. 28 апреля в крае преимущественно без осадков, ветер юго-западный умеренный. Температура в Рубцовске плюс 9, в Славгороде и Алейске 8 градусов тепла, 7 в Камнино-Абибийске и Змеиногорске и 5 градусов в Заринске и Белокурихе. В Барнауле без осадков, ветер юго-западный умеренный. Температура ночью плюс 2,4, днем 11-13 градусов тепла. Все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения. До встречи в эфире. Дмитрий Уланин воевал на Центральном и Белорусском фронтах. В 1944 году на берегу реки Нарева уничтожил два танка и три десятка вражеских солдат. Позже при отражении вражеских атак поджег еще два танка. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова